Дженуа таким образом набирает 7 очков и является одним из лидеров итальянского чемпионата после трех проведенных матчей. Ювентус, одержавший до этого две победы, на своем набехоньком стадионе проводил вторую официальную игру. На этот раз в гости приехала Болония, не слишком удобная команда для Юве. В последних сезонах приходилось дома и проигрывать Болонию и Ювентусу, например, не так давно. Но Ювентус имел возможность и казалось, что команда Антонио Конте, вот этого наставника, может вполне одержать третью победу и возглавлять турнирную таблицу единолично, поскольку миланские гранды пока что буксуют. Состав Ювентуса. Буфон, Келлини, Барцалье, Дечелье, Лихштайнер, Маркизио, Пирло, Симоне Пепе, Милош Красич и Марко Вученич, а также Александро Дель Пьеро. Остался в запасе Александро Матри, вышел Мирко Вученич, недавно приобретенный у столичной Ромы. И именно Вученич на 29-й минуте открыл счет после того, как Пирло так ловко разыграл этот стандарт. Очередная голевая передача Андрея Пирло в нынешнем сезоне в составе черно-белой команды позволила Ювентусу выйти вперед. Болельщики ждали продолжения банкета. Милош Красич играет налево, здесь Александро Дель Пьеро. Классный обводящий удар. Единственная проблема, что в створ ворот капитан и многолетний лидер старой сеньоры не попадает. Ювентус первым таймом атаковал неистово, атаковал ярко. Моментов создал довольно много, но Жан-Франсуа Жие, вратарь, перешедший в Болонию перед началом этого сезона, из Бари проявил себя здорово. Помимо бельгийца у гостей вышли Микаль Антонсон, Портанова, Мурлео, Касарини, Мудингай, Перес, Коне, Диаманти, Аквафреско и Гастон Рамирос. С удаления случилось на 45-й минуте. Мирко Вученич получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть пределы поля. Это, конечно, стало серьезной проблемой для Ювентуса, хотя моменты и во второй половине встречи, естественно, возникали. Все-таки Юве обладает гораздо более качественными исполнителями, к которым, безусловно, относится Милош Красич. Ловко избежавший попадания в офсайт, пробивший под опорную ногу Жан-Франсуа Жие, но попавший в штангу. Вот так Серп мог удвоить преимущество Ювентуса и было бы гораздо комфортнее туринцам играть дальше. Хороший момент упускает Федерико Касарини, пробил он поворотом Буфона, назначен угловой, и его розыгрыш становится крайне неприятным для Ювентуса. Передача Гастона Рамиреса с угла поля находит голову Даниэля Портановы, и на 52-й минуте счет становится 1-1. Вот так Ювентус в гостевых поединках этого сезона, который, правда, был всего лишь один, ничего не пропустил. А вот на своем домашнем стадионе пропустил и от Парме на последних минутах пенальти в исполнении Себастьяна Джовинко, но, правда, при уверенной победе с крупным счетом, и вот здесь от Портановы также после стандарта. То бишь, с игры в этом сезоне Ювентус еще пока не пропускал в матчах итальянской серии А. А замены Антонио Конте после перерыва вместо Дель Пьеро вышел другой Алессандро по фамилии Матри. На 60-й минуте на поле появился Эммануэль Джеккирини, и на 74-й, когда Ювентус уже решил в определенном смысле пойти в Абанку, вместо левого защитника Пауло Дечели, пропустившего матч прошлого тура из-за дисквалификации, появился чилиц Артуро Видаль, который на новом стадионе Ювентус уже отличался. Это было как раз первый матч сезона против Парме. Марко Дивайо появился у Болони, Марко Дивайо поиграл в свое время за Ювентус. Для него, надо полагать, это встреча из разряда принципиальных. Также у Болони после перерыва вышли Нико Пульцетти и Рене Крахин. Это и помогло Болони отстоять ничью в этом поединке. Свою первое очко набирает эта команда, играя в ничью в гостинице.